Видео, созданное специально для сайта fb.ru Как известно, начало такому понятию, как штрафной батальон Красной Армии, было положено в июне 1942 года, когда вышел приказ номер 227 Иосифа Сталина, именуемый «Ни шагу назад». Сегодня многие истории о штрафбатах кажутся мифами, повествующими о довольно жутких событиях. Нужно сильно постараться, чтобы понять, что в этих историях правда, а что вымысел. И сегодня мы выясним, а были ли в штрафных батальонах женщины. В любой армии всегда могут найтись бойцы, струсившие перед врагом, или каким-то другим путем заслужившие наказание. До вышеуказанного приказа Сталина таких военнослужащих мог ждать только расстрел. После 1942 года эта крайняя мера была заменена на военный трибунал, исключительно по решению которого провинившийся мог получить шанс остаться в живых, если расстрел заменяли на искупление кровью в бою на передовой. Сегодня бытует мнение, что штрафники были заранее обречены на смерть, поскольку их направляли на врага чуть ли не с голыми руками. Однако это не больше, чем миф, навеянный современными телесериалами. В разрешении вопроса о существовании женских штрафных батальонов, мнения историков практически демитрально разошлись. Сейчас чаще всего можно услышать о том, что таких воинских формирований вообще не было. Либо же они были, но чуть ли не в единичных случаях. Да и то даже провинившиеся женщины могли использоваться только в качестве медицинских работников. Однако случившееся в недавнем времени открытие отечественных поисковиков, осуществлявших раскопки в местах ожесточенных боев Великой Отечественной войны, свидетельствует об обратном. Не все женщины и девушки попадали на передовую добровольцами. Сотни тысяч из них были призваны в войска, где чаще всего отдавали свой долг родине в таких вспомогательных должностях, как водитель, телефонистка и медсестра. Если же женщина, находящаяся в рядах Красной Армии, оступалась и совершала преступление, то ее ждал военный трибунал наравне с мужчинами, после которых ее также направляли в штрафной батальон. Сайт fb.ru поинтересовался, за какие же проступки женщина военнослужащая могла быть подвергнута такому суровому наказанию. Основными причинами направления в штрафбат были такие тяжкие преступления, как трусость, дезорганизация других бойцов, саботаж и дезертирство, которым, к слову сказать, считалась даже попытка покончить с собой. За нетяжкие же преступления женщин военнослужащих направляли либо в части действующей армии, либо ограничивались строгими дисциплинарными взысканиями. На войне женщинам всегда сложнее, чем мужчинам. Служба в рядах Красной Армии уже сама по себе являлась подвигом, а служба в штрафбате и подавно. Удивительно, но сегодня о тех страшных днях не осталось даже кратких мемуаров женщин, прошедших через страшные жернова батальонов смерти. Почему? Может быть, потому что никто из выживших не хотел вспоминать о кошмарном былом? А может и потому, что вся информация о женщинах-штрафниках тщательно скрывалась властями предыдущих периодов? Иногда в СМИ все же проскальзывает информация на этот счет. В частности, вот что они передавали в сводках новостей несколько лет назад. В Запорожской области найдены остатки бойцов женского штрафного батальона. Раскопки под Чапаевкой Запорожской области проводят уже много лет. Только в прошлом году там обнаружили прах 156 бойцов Красной Армии. Дело в том, что в 1943 году эти места оказались в самом центре одной из сильнейших немецких оборонных линий Вайта. Войска вермахта прочно укрепились на этом плацдарме, бывшем воротами в Крым. И бои здесь шли кровопролитные и затяжные. Прорвать оборону фашистов удалось спустя почти два месяца. Историки до сих пор не могут назвать точной цифры потерь с обеих сторон. И вот буквально на днях брюдянские археологи раскопали старый немецкий блиндаж. А в нем на глубине нескольких метров останки 92 погибших. Самое удивительное, что павшие бойцы оказались женщинами. Сегодня информация, собранная буквально по крупицам, говорит о том, что такие женщины несли все тяготы фронтовой жизни наравне с мужчинами. Подразделения штрафников обычно направлялись на прорыв. И выживали действительно немногие. По официальным данным, потери личного состава штрафных батальонов составляли не менее 50% в месяц. Что почти в 6 раз превышало число погибших бойцов обычных воинских частей. Чаще всего действительный срок службы женщины в штрафбате ограничивался тремя месяцами. После чего она начинала считаться искупившей кровью свой долг перед родиной. И вычеркивалась из списка штрафниц. А как вы думаете, почему в СМИ так мало информации о женщинах-штрафницах? Или может быть вы сможете поделиться своей собственной историей ваших предков, участвующих в военных событиях? Материал подготовлен с сайтом fb.ru Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ждем ваших ответов и историй в комментариях.